Зараз у нас Леша Швайка Будет рассказывать вам про регулярки. Ой, не так ловишь. Да, вот он я. Я с пацанами там прикатил просто за компанию. Да, мы вместе работаем. И я лично занимаюсь бранчем. Кто-нибудь? Хьюзал, бранч. Ты, да. Окей. Возможно, вы знаете, что мы делаем следующий мажорный релиз. Да, бранч 3. Там сделаем все еще более классно. Перепишем с нуля. Все будет хорошо. Вы нам можете помочь. Да, вы просто не публикуете проблемы в бранч 2 ветке, чтобы мне notification не отвлекали от работы. Вот норм. Доклад. Это как бы продолжение доклада. Вообще многие люди меня спрашивают, это продолжение или не продолжение. Я сам не знаю. Вы мне скажите. Я просто вот расскажу штуку. Будем говорить про то, как шипать новые фичи регулярок, да, которые сейчас на стейдж 3. Что такое шипать, да, вот, что я в это понятие вкладываю. Желательно, чтобы мы деливерили что-то, что похоже на спек, да, желательно очень. Желательно для браузеров, да, не просто так, чтобы оно не слишком тормозило и вот внутри оно не было как CoreJS, да. Новые фичи, да, что это? Вот это старые новые фичи. Да, вот мы уже с ними года два так знакомы, они работают более-менее, да, кроме там стики в Firefox. Это то, что нам добавили. Два флага, ну и так по мелочи. Ну и это самые новые штуки, да, еще один флаг. Escape, look behind и named группы. Про это вы можете почитать. У Матиаса в блоге, у Рошмайера в блоге, да, просто там гуглите, там все есть. Я тоже делаю доклад, когда это рассказываю про них всех. Они все не очень интересные. Вот самый интересный плюс полезный плюс то, что можно юзать сейчас, это named группы, про которые я вам и расскажу еще раз. У меня здесь слайды съезжают, но типа вы меня простите. Оп, 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 какие эффекты, да. О, а тут шрифт, шрифт просрался. Ладно, вот представьте, что здесь вот оператор моно, да, вы можете? И тогда будет хорошо. Окей, да, вот не очень хорошо выглядит, да, непонятно. Да, что ты, о, да, вот там, оп. Вот я не понимаю, как оно это делается. Не понимаю, да. Ну и что мы с этим вот делаем? Мы стараемся регулярочку ложить рядом с экзеком, чтобы мы хотя бы имели представление, что происходит, да, вместо того, чтобы, да, по группам. Но это не всегда возможно. Что если у нас что-то посложнее, да, чем вот эта штука? У нас начинается… Что такое? Да, у нас начинается что-то вот… Видели в open source такое, да, то есть в каких-то либах, которые посложнее там чего-то простого, да, люди обязательно выравнивают вот тут, да, вот это прям вот, да. Не круто, да, и что если нам это надо реюзать, да, то есть нам надо действительно регулярку держать подальше от нашего экзека? Ну, тогда мы делаем что-то такое. Да, вот кого смущает этот синтаксис, да, просто все хорошо, валидно полностью. Мы делаем хелперы, прикиньте, мы делаем хелперы над экзеком, да, то есть зачем мы это делаем, да, но… А когда рефакторим, то есть нужно помнить, я тут добавил группу, тут нужно вот сдвинуть референсы, да, не круто. Поэтому решение, оно довольно простое, давайте просто именовать группы, и все будет хорошо, да. Это давно было у всех, кроме нас. Да, у нас регулярки сделали там VS3, с тех пор прошло 15 лет, ничего не поменялось особо, да. Но сейчас грядут изменения. Вот как оно выглядит, да, вот как в Ruby. С бэк-референсами, да, тоже больная тема. Вот представьте, да, вот это. Это у нас бэк-референс. Он у нас до группы, но это все равно бэк-референс. Он мэчится с пустой строкой, да. То есть считайте, что его нет, но он там есть. Окей, это как бы такой вот, потому что он до группы. А вот это вот уже octal escape, потому что, ну, они с нуля, он должен обязательно быть такая группа. Иначе это octal escape. И даже если он внутри чарсета, это тоже octal escape. А это у нас не octal escape, потому что это у нас просто цифра 8, которая, которую зря заescape, да. То есть вот это вот, вот бэк-референсы, они так касаются этих октальных escape, которые вообще хотелось бы, чтобы их не было, да. Хотелось бы, чтобы был у них какой-то strict mode, который бы их запретил. Но такого нет. Да, поэтому, к черту их, у нас есть named back-рефы. Мы можем вот так писать, да, не пишите так никогда, но это просто для примера, да. Back-shk, вот у нас есть группа, вот у нас есть референс, и оно все хорошо. Ну, и оно может использоваться вместе в том же паттерне с number-референсами, и все хорошо. С replace-ом работает классно, да. Ну, вот как-то так. Видите, здесь у нас новые символы в Substitution. Я могу прям по группе их юзать. В принципе, выглядит норм. Да, из этого я получаю вот это. Если бы слайды переключались нормально, было бы лучше, но окей. Да, и нам это, в принципе, хорошая фича, да. Нам бы неплохо было ей попользоваться, да. То есть как мы ее можем сделать. Да, и тут как бы вот целое… Много было челленджей, да. Во-первых, шим для регулянки, он либо будет работать с флагом, либо он будет добавлять синтаксис, да. Вот что-то из этого. Если мы добавляем новый флаг, нам нужно обязательно пропатчить конструктор, нам нужно пропатчить regex-flags, чтобы он там был, как бы он там был видимый, но его как бы на самом деле нет, да. Ну и конкретно для него сделать getter всего лишь, да. Когда мы добавляем новый синтаксис, нужно патчить конструктор, нужно патчить source, нужно string match и search, которые там тоже внутри делают new regExp, тоже там вот поставить правильно, да, чтобы они это сделали. То есть много патчей, да, не очень приятно. Ну и еще и прекрасная особенность regex-конструктора, который не совсем конструктор, да. Если он вызывается без new и конструктор того, что в него передается, если это один аргумент совпадает с ним самим, да, то оно его возвращает. Да, тот же объект, видите, тут как бы identity. Вот, да, тоже это нужно учитывать. То есть чтобы вот это учитывать, нам нужно в ES5 желательно, да, отличать у нас вызов с new или без new. Тоже как бы не слишком тривиальная задача. Там нужно биндить, а перед биндом нужно ставить прототип, потом там еще что-то, да, там помнить нужно там lens, там name, функции сохранять, да. Нам нужно, чтобы то, что мы запатчили, еще было subclassable, да, то есть правильно new target передавать. И нужно еще работать в ES5 коде. И new target передавать тоже не очень, да, просто. Вот группы могут быть названы любым unicode identifier, да. Да, сама регулярка на эти identifier, она очень много килобайт, да, там от 6 до 20 килобайт я видел вариации. Разумеется, это больше, чем весь шим, да, несколько раз. Поэтому это тоже пришлось дропнуть. Да, то есть там очень простые ASCII штуки. Ну и другие проблемы, да, когда мы мэтчим, да, в ES6 мы просто вызываем exec, да, если тут нет глобальной регулярки. Но в ES5 мы вызываем built-in exec, да, то есть оно игнорирует запатченный наш exec. Поэтому, да, чтобы это обойти, нам нужно полностью переписать string replace, string match, string split, вот это вот, да, на JS написать, чтобы это работало в E11. И не только в E11. Как вы знаете, поддержка там типа стопроцентная, но там до ста процентов не хватает пару процентов. И в Edge эти пару процентов, даже в самом новом, это вот эти вот методы. Они не работают с сабклассненными регулярками. Это как бы крутая фича, которую задизайнил как бы Allen, и у людей, у имплементаторов, да, серьезные консерны с этим. Но пока это сделали во всех браузерах, кроме Edge, поэтому оно останется. Да, полезная штука. Вот. А string split, он вообще там внутри, это ужас. Он клонирует регулярку и добавляет туда sticky flag, и идет по индексам и матчит каждый индекс, потому что там sticky flag. Да, вот настолько. Прикиньте, если тут мы подменяем split на свой, который делает то же самое, мы очень серьезно по перформансу как бы вот страдаем. страдаем, да, потому что кроме этого всего нам нужно стараться презервить быстрые пути, да, их сохранять. А быстрые пути, они нарушаются, как только мы заменяем метод, как только мы что-то патчим. То есть что значит быстрый путь? Когда происходит экзек, мы, и когда происходит там что-то над экзеком вроде replace или match, мы постоянно там, да, вызываем экзек, да, мы делаем re.exec. То есть каждый раз там getter, если он там есть, мы его вызываем. Last index каждый раз ставим, читаем, ставим, читаем. Вот браузер это может все как бы от этого уходить, если он точно знает, что вот эта вот регулярка, это его внутренняя, что там нет никаких специальных поведений. В хроме говорят, что чтобы были быстрые пути, нужно не патчить ни конструктор, ни прототип, ни last index. Да, разумеется, мы некоторые из этого здесь сделали. То есть уже как бы не круто будет. Короче, spec perfect у нас не получилось. Да, мы дропнули там поддержку Unicode, да, чтобы шим был поменьше. Performance у нас тоже не получился. Мы по быстрые пути как бы разрушили, да, ну то есть. И очень хорошо, если оно не аффектит уже существующие регулярки, которые это не используют. Но проблема в том, что оно аффектит, да, literally не аффектит. А которые с конструктором, они будут медленные, если вы просто поставите этот шим и даже юзать его не будете. Кросс-браузерно, ну, типа, тоже как бы так себе получилось, да, пока в edge не работает. Ну и well-designed, ну, это как бы это такое, да. Короче, вот, типа, я код дабнул. Конечно, ридмиху не написал, потому что, ну, вы понимаете, жизнь такая. Как это юзать? Да, либо мы напрямую пишем newregx, что очень неэргономично и вообще раздражает. Либо у нас оберточка, у нас какой-то tag template literal, который идет внутри newregx. Либо у нас bubble transform, который из literal делает newregx. И мы просто пишем literal, они нам классно подсвечиваются, и все хорошо. То есть, так или иначе, конструктор нужно патчить, потому что у нас не всегда регулярки можно записать literal. Вот. И это один из solution, чтобы через tag template literal печатать регулярки. Вот. И это, типа, все. О, да. Такое. Да. Могу еще раз. Я уже понял, как переключать. Вот. Ну, что, пытание? О, пытание. Нифигас. Братан, расскажи, что такое back reference. Я вот что-то вообще... Back reference. Отлично. Это когда мы... Это не back reference. Сейчас, секунду. Это, да, это не back reference. Допустим, нам нужно замечить что-то вот такое. Да? У нас начинается что-то... Вы видите мой курсор? Да. На h1. Заканчивается на h1. Да? То есть, мы замечили тут что-то, и нужно замечить ровно то же самое здесь. Да? Одну скобочку такую здесь, и закрыть такое же. Да? Ну, то есть, как-то так. То есть, back reference, это когда он мэтчит то, что он замечил в предыдущей группе. Да? То есть, тут я указываю. Вот, замеч тег, да, а потом замеч то же самое, что и здесь. Да? Это back reference. Он иногда юзается. Иногда. Я пару раз юзал. Нормальное ощущение. Вот. Отсылку на переменную можно использовать только в ответе? В смысле, на группу. Либо в replace, да, как здесь. Оп-оп-оп. Да? Видите, я тут использую группу. Да? Видите? Area, code, num. Это все название группы. Они у меня... Где-то тут далеко было. Да, они у меня все вот тут. Да, видите, я тут поназывал. Все стало хорошо. Либо вот после exec'а они у меня в dot groups. Они специально в новом объекте, который там object create null, чтобы не пересекаться с индексом и с лэнсом и с другими штуками, которые там в exec'е, в массиве. Вот. Можно оттуда юзать. Да. LookBehind работает, да, в шимах? Привет. LookBehind. Возможен partial шим на него, да? Только partial. То есть у LookBehind у него особые... Он идет сзаду наперед, скажем так. Он мэчит сзади. То есть если у вас есть внутри LookBehind две группы, то чтобы они замэчились по спеке, нужно полностью переписывать весь движок регулярок. Что, разумеется, никто делать не будет. Поэтому можно LookBehind, но без групп. Да, и то там на each case он слегка будет врать. Да, но что-то простое можно будет сделать. Я вот после этого посмотрю, пробую. Да, уже до этого люди делали. Автор xregexp, он предлагал, как такое можно сделать. Разумеется, в те времена, в времена ES5, это был просто ужас, потому что мы не могли переопределить exec, мы не могли там переопределить replace и так далее. Вот тут по коду очень хорошо получается. Да, это приятно. Вот этот весь шим, это 150 строк кода. То есть, короче, BackReference, они, простите, LookBehind, их возможно сделать, да, с новыми этими штуками, но пока еще никто не занялся. Да. Как-то так. Еще пытание? Забылшитил. Все? Да. Ласковый обладатель. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БАЛЬТА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...